Система выращивания данных И не только выращивания, но и аккумулирования, хранения этих данных И в долгую, чтобы можно было их анализировать, в долгую делать из них выводы Это очень такой важный, значимый факт И важный, значимый результат в принципе, кроме финансового результата этой деятельности Проект у нас тоже подразится выключиться через 3 минуты Что-то еще из выступлений докладчиков меня задело, отозвалось Сейчас уже не могу так быстро вспомнить Но, в принципе, давайте я начну, наверное, рассказывать Я напомню там в своих презентациях, когда у нас все случится, включится Значит, ну, я представляю компанию Агроналт, зовут меня Денис Поваляев Компания Агроналт, вкратце расскажу, это такие почвоведы, которые пришли в точное земледелие То есть основатель компании Алексей Трубников Он сам кандидат биологических наук, выпускник Тимирязевской академии 6 лет в Тимирязевской академии преподавал И теперь вот это свое научное знание принес в практическую плоскость точного земледелия Больше занимается бизнесом, является известным спикером в России По теме точного земледелия, экспертом И компания, в общем, растет из такой его личности Переносит в ценности компании, наши подходы и цели У нас на сегодня более 250 тысяч гектар вносится диверсиференцированно нашими клиентами в России И средний прирост маржинальности 4 тысячи рублей с гектара То есть это достаточно тоже такой хороший показатель То есть это в практическом смысле у нас применяется Мы где-то с 2016 года разработали эту технологию, которую применяем сейчас И уже она прошла у нас трехлетний цикл тестирования То есть можно посмотреть на результаты в трехлетнем цикле на опыте конкретного предприятия Вот, ну, мы, пожалуй, не успеем сегодня поговорить там обо всем Потому что мы когда проводим вебинары, мы делаем двухчасовые И то мы не успеваем туда вложить всю информацию То есть сегодня 10 минут мне предоставили на доклад И мы не успеем поговорить о том, почему там NDI, например, не работает при большинстве дефнесений Да, вот в чистом виде NDI Не успеем поговорить о том, почему Ну, то есть об основных ошибках, которые можно допустить и которые допустить не хотелось бы Да, вот Не успеем мы поговорить о базовом подходе То есть его тоже долго надо объяснять То есть как это нужно делать, в основе чего вообще вносить дифференцированно Да, но вот сегодня я хотел бы поговорить о том, почему этим заниматься нужно вообще в целом То есть почему нужно это начинать и делать У меня там презентация будет слайд компании КубГао На этом слайде представлены результаты опроса, которые в 2020 году опубликовал наш Краснодарский ВУЗ И агрария спросили, будут ли отставать компании, которые не применяют цифровое земледелие в будущем Вот компании, которые это делают и применяют цифровое земледелие 91% грошенных ответил, что да, будут отставать То есть это аграрии говорят Вот Это по-моему значимая причина, чтобы начинать и это делать Чтобы заниматься точным земледелем Также у нас там есть два результата опросов Один опрос американских фермеров, 3000 американских фермеров опросили И спросили, что у них работает, что нет Но у них там опыта побольше, чем у нас Немножко они чуть вперед ушли Вот И они говорят, что работает дифференцированное обнесение удобрений Прежде всего рентабельно Работает дифференцированное раскисление Работает не в посев И работает картирование починных условий Вот на результате опроса 3000 человек Это цифра У нас теперь в большой нашей радости появились российские цифры Результат Кубгау провел опрос И как бы дали свои результаты Что российские фермеры выбирают приоритеты Там тоже дифференцирование удобрений стоит в топе Вот Ну и есть и другие системы Системы мониторинга, кстати Вот чем агросигнал коллеги занимаются Да, является приоритетом у наших российских фермеров Вот Ну там интересные цифры Сейчас мы их, может быть, посмотрим быстренько, если успеем Вот Дальше Что? Там еще есть рейтинг у нас регионов То есть кто у нас лидирует по внедрению элементов цифрового земледелия Краснодарский край у нас выбился в лидеры Практически по всем темам Дифференцированное внесение удобрений Дивпосев Вот Воронежская область там на втором месте И Волгоград подбирается из тех регионов, которые у нас здесь рядом Но при этом я могу сказать, что Ростовская область тоже у нас не отстает Компания РЗАГРА, мне кажется, у нас вообще является одним из лидеров по дифференцированному внесению в России Но они, наверное, эту тему лучше сами за себя расскажут Сколько они вносят и как подходят к этому делу Скажите, у вас партнеры из тех площадей, которые вы назвали на юге России И это Краснодарский край, да, есть Ростовская область, с которыми вы работаете? Да, безусловно И помимо компании РЗАГРА есть еще компания Рассвет А это Куйбышевский район Ростовской области? Сейчас вот прямо сейчас идет запуск этих внесения у них Первый раз у них есть уже карты Вот сейчас специалисты в полях там запускают технику Очень интересное хозяйство, где наряду с зерном и с кукурузой на поливе Они получают отличные урожаи 170 у них было центнеров с гектара на поливе кукуруза А сейчас у них и сады тоже Да, у них очень ухоженные поля, такая мощная технология в целом И даже вот нам давал интервью, когда руководитель хозяйства Он говорил, что мы в принципе на своих полях сделали все Ну или в значительной степени все, что сейчас уже можно сделать Да, и как бы вот пришли к дифференцированному внесению удобрения Как к некому резерву в эффективности новому Да, они сильные очень Потом у нас очень хороший такой научный опыт был в Кубнитиме Краснодарского края То есть мы там прям заложили серию опытов разных То есть внесли в клетку удобрения Новокубанский район, да? Да, да, до 250 мячных силитров с учетом неоднородности поля И замерили результаты и по индивею, по выражательности Там прям интересные такие данные есть По ним Агрохолден Кубань Тоже на юге у нас тоже получили хорошие результаты на свекле Вот Так что есть кейсы, да Можно это дело посмотреть Ну, сейчас нам компьютер отключить Я чуть-чуть там послалил, пробегусь Все-таки хотелось бы там кое-какие вещи показать визуально Давайте еще попробуем, пока время есть, объяснить сам базовый подход К созданию карты задания Как подходим к этому мы, да? То есть мы считаем, что В основе должно быть глубокое обследование полей То есть точное земледелие основано на точных данных То есть нужно по максимуму собрать данные О конкретной земле, о конкретном хозяйстве Обследовать его максимально полно И после того, как у нас есть это обследование Уже можно внедрять тогда дифференцированное внесение То есть всегда должен быть базис Вот И к этому обследованию нужно подойти всесторонне То есть, ну, вот наш подход, мы берем, изучаем все-все доступные спутниковые снимки У нас есть своя технология создания базовых зон плодородия поля То есть мы делим поле на зоны, там, красные похуже плодородия, зеленые получше плодородия Вот, и, соответственно, ну, есть некий тезис о полях Мы проверяем его еще в кабинете изучения в разных карт Там почвенные карты, топографические рельефные Мы считаем, что очень большое влияние на урожайность оказывает именно рельеф И распределение влаги по полю Вот Что-то нам понятно уже в кабинете, что-то нам непонятно И, соответственно, мы считаем, что обязательно надо ехать в поле Обязательно надо копать почвенные разрезы Причем анализировать прям серьезно вот подстилающую породу, послойность, да Грунтовые вводы, губиназовое лягание И кое-какие лабораторные анализы тоже нам нужны для того, чтобы сделать выводы И на основе вот этой комплексной аналитики уже появляется карта задания Мы уже подходим тогда к ее созданию Вот, в принципе, это вся работа, которую компания Агронолт готова брать на себя Включает создание самокарты задания То есть мы ее создаем и выгружаем в хозяйство самостоятельно В то же время, ну вот есть у нас компании, которые там прошли трехлетний цикл тестирования И смогли эту работу забрать вовнутрь компании и делают ее внутри Вот, такой путь тоже есть Но в любом случае нужно базовое обследование То есть понять ситуацию Ну, про Алексея я рассказал, да Не сказал, что наша компания является участником Школы здоровья почвы, компании Сингента Вот, это достаточно такой интересный проект от компании Сингента То есть все мы знаем, что почва является основным средством производства Да, если мы не будем следить за здоровьем почвы То, как бы, ни техники, ни технологии, ни какие у нас не отработают Вот, мы очень рады быть участникам этого проекта Вот, но про наши цифры я уже проговорил Да, наша команда копает 2,5 тысячи почвенных разрезов в год И это у нас имеет смысл послушать, да Вот, занимаемся этим мы давно Вот, да, еще тот вопрос, который мы не успеем обсудить Почему нельзя организовать их внесение Опираясь только на данные одной только агрохимии Но вот, любой из этих четырех вопросов Это тема отдельного доклада Я думаю, если Николай Васильевич будет наш приглашать Мы, собственно, будем как-то рассказывать про это, да Вот, это цифры опроса Google, про которые я говорил, да Что будет ли отставать компания Вот, давайте еще запомним этот график Я в конце доклада к нему вернусь, да Это второй фактор, на котором держится у нас точное земледелие Да, все помнят вот такой график распределения эффективности применения удобрений, да Из курсов агрономии в Агровузе Вот, но не всегда мы учитываем, что таких графиков на поле не один, их несколько То есть в зависимости от типов почвы То есть мы упрощенно здесь дали два графика Но их может быть и 5, и 7 на поле, там, а больше, да Вот, и сейчас, нося удобрения единой нормой Мы вот попадаем на некую кость, да По вот этим графикам Получаем некий результат по урожайности Вот, но если бы мы могли управлять этим более тонко Понимать, какую норму и на каком участке поля нам нужно применить То, ну, во всяком случае, приближаясь к оптимуму Потому что оптимуму не достижим, да, никогда Вот, то мы бы могли получать гораздо более высокий результат По свободной урожайности, да, если бы он Это вот второе знание И по нашим оценкам, по оценкам компании Агронол Потери компаний от 2 до 10 тысяч рублей Вот на таком равномерном внесении На 1 гектар составляют То есть поля у нас неоднородные Вот, они такие, как справа То есть есть красные зоны, есть зеленые Красные похуже, зеленые получше А относим мы удобрения без учета этой неоднородности полей Вот, мы призываем не размазывать удобрения Как масло, как пупер-броды, вот так вот равномерно Да, все-таки вносить их с учетом неравномерности поля Вот, у нас тут, я не знаю, по-прежнему, да, не работает видео Там, что было показано Значит, монитор По монитору идет техника При достижении границы зоны Она просто переключает норму Там с 250 килограмм до 200 килограмм на гектар То есть работает это достаточно просто По режиму автомобильного навигатора То есть мы едем по трассе Мы заезжаем в населенный пункт Нам отсечка скорости происходит С 90 на 60 разрешенное Тут точно так же, да, границу зоны пересекает техника Происходит отсечка нормы Техника меняет норму внесения То есть фантастики нет Нету здесь никакой Вот, и, собственно, зачем этим надо заниматься, да Это вот группа полей одного из наших клиентов Три поля, совокупная дополнительная маржа С полей 1 миллион 440 тысяч рублей Соответственно, ну там по полям Разная маржинальность на гектар Я больше на этом слайде хотел сказать Откуда берется эта экономия, да То есть откуда, из чего она формируется То есть 31% мы по этой группе полей Получили на экономии удобрений В красных зонах плохих И 69% мы получили на приросте урожайности В хороших зонах зеленых Вот, то есть есть два фактора Где мы наращиваем экономическую эффективность А вот это диаграмма Диаграмма канадского фермера Вот, он получил Ну, это похожие данные, да Он ее показывал на конференции Где маржа у Рыльков в 2020 году Вот, у него тоже сложилась экономика Из увеличения урожайности в зеленых зонах И из экономии удобрений в красных, в плохих Мы видим, что рост маржинальности Конечно, на увеличение урожайности Он выше, больше Вот, но зоны, они такие, какие есть И мы с ними ничего не поделаем То есть если зоны плохие То имеет смысл там экономить на удобрения, да Вот, если зоны хорошие Имеет смысл больше кормить Просто нужно понимать Насколько вот хорошими или плохими Там могут быть зоны Вот на конкретном примере конкретного поля Там На одном поле в красной зоне Меньше трех тонн на гектар В зеленой зоне больше семи тонн на гектар урожайность, да А это как раз данная цифра из когнитима Вот, здесь тоже показана некая экономика Отзывчивости на удобрения красных и зеленых зон То есть вынося разную дозировку удобрений, да Мы смотрели, как отзывается Ну тут уже в цифрах маржинальности пересчитана урожайность в деньги, да И минус затраты на удобрения И мы видим, что тут при повышении дозы удобрения Мы даже отрицательный эффект получили в деньгах, да Но в зеленой зоне при увеличении дозы удобрений Мы получили хорошую экономику Вот, то есть имеет смысл кормить зеленую зону Простой вывод Дальше Это, ну мы работаем по всей России Такие точки, где мы сейчас работаем То есть расширили географию У нас в этом году Дюмень подключилась Татарстан, Казахстан северный Вот в Калининграде мы начинаем Там в Волгограде хорошие клиенты у нас есть Ну, Гелевопакс, в частности, да КДВ в центральной зоне С Агросилой тоже начинается сейчас проект Ну и цифры вот такой эффективности То есть агрохолдинг Куба 4,5 тысячи прирост Байгера 4,200 Когнитим 3,100 Агрохолдинг Ростовской области Пожелающие остаться неназываемым Вот, 3,600 И речное хозяйство 2,100 Мы получили только на весенних подкормках Вот, значит, вот такие экономические результаты Сотрудничества с хозяйствами Вот здесь, собственно, показан подход, да Как мы делаем эту историю Не успею подробно рассказать Коротко только скажу, что вот спутниковые снимки Анализируются за 36 уже сейчас лет И есть внутренняя технология, авторская Анализа этих снимков Вот, добавляется картографический анализ Добавляется почвенное обследование, лабораторное обследование И на основе всей вот комплексной аналитики Появляется карта заданий Это карта корректировки нормы синяя удавления Одного из хозяйств Ростовской области Ну, вот, чтобы вы понимали, как это в целом выглядит Да? Вот, и завершить свое выступление Я хотел Завершить хотел я цитата из Романа Петровича Компания «Розагра» Вот, на мероприятии Николая Васильевича Роман Петрович выступал и сказал важные вещи Опять-таки, почему это стоит заниматься Возвращаясь вот к тому моему первому графику То есть, это резерв эффективности, собственно говоря Работа И там монополизма нет, есть очень много участников Хотел сказать, что Дмитрий поделился своим учением Сказал, что климатические всякие события в мире Периодически происходят И они все хуже и хуже Но, тем не менее, баланс мировой переходящих зерна В частности, пшеницы, он растет с годом в год О чем это говорит? О том, что при этом Депрессия в Америке Она носит потрясающий характер Фермеров Я был в году назад в Северной Дорокоте Лицом к лицом сижу Мне говорится, что у нас рентабельность Настолько снизилась Особенно пшеница и всей зерновой группы Что и благодаря вам У меня столько и из-за вас Все происходит Значит, это на лицо признаки Некого, ну, как сказать Можно сказать, сверхозвойны Знаете, стратегической Глобальной Потому что, кто кого переживет В этом бизнесе сейчас Происходит Мы на сегодняшний день говорим, что У нас там рентабельность Или что-то там Не очень там Хорошее и так далее Там нулевая рентабельность Даже отрицательная И тем не менее Они умудряются выживать Сейчас И не просто выживают Они думают о том Как пережить это время Значит, они вводят Как ты говорила Вот Алексей Трубников Вступление Вводят новые технологии 15 лет уже Компания Во Франции Занимается Точным земледелем И действительно Не седьм 15 лет Значит, 700 фирмен Вот их где-то Каждый год Растет и растет Я немножко репал Растет и растет Количество этих фирменов Кто выступает в эту программу Значит, все это не случайно Они ищут пути Снижение Своей себестоимости Наша себестоимость Позволяет пока Чувствовать себя Хорошо Я вообще Я от себя говорю Что мы не чувствуем Такого давления Как это у них На самом деле происходит Но это долго не пролится Вот это мой личное мнение Можно с этим спорить Я не знаю Сколько нам лет Отведено 10 лет До 15 И что будет дальше Я не знаю Но это не всегда Такая ситуация Как сейчас Будет продолжаться Да, то есть Важный факт Работа над себестоимостью И такие технологии Позволяют Ее менять Вот Готов ответить на вопросы В рамках лимита Времени Спасибо Как раз добавили 10 минут вам Есть вопросы Да, пожалуйста Представьтесь Смотрите У меня вопрос Вы же много работаете С агрохлодингами Кроме нас Да Какая корреляция Между вашими зонами И картами И картами урожайности Какая корреляция Ну Фактическая урожайность В основном Совпадает Зонная с карты Но вы оценивали ее Потому что Ну Мало какого К сожалению Есть хорошая карта урожайности Да То есть Я знаю Что мы у вас Как раз Получали эти Хорошие карты У нас мы знаем Я просто Согласили Да Редко Когда удается Получать хорошие карты К сожалению Пока сейчас Это связано с тем Что Калина Агро Они везде присутствуют Наверное Да На самом деле Это Интересная работа То есть Сопоставление Карты урожайности С теми зонами Которые делаем мы Как правило Это большей частью Совпадает Вот Это такая Интересная аналитика То есть В принципе Карты урожайности Это тоже Хороший базис Для создания Карт заданий Для внесения Да Но просто Они более Трудозатратны Что ли В создании Карты урожайности Нежели Наш подход По зонам И соответственно Ну я думаю Что и ту и другую Работу надо вести Но вот Большие холдинги Типа Кернова В Украине Они например Вносят 250 тысяч гектар Имеют 10 комбайнов С картированием Урожайности Вот Они проверяют Те данные Которые у них Получаются Ну Базовых карт Датчиками На комбайнах Да Ну и я так понимаю Что и у вас Так примерно Поставлена работа То есть У вас По картированию Не много техники Да У нас больше Комбайнов С картированием У меня второй вопрос Если можно У меня и второго Конечно Смотрите Зоны Вы нам сделали Зоны А Как они будут Меняться Вообще Границы зоны Как вы смотрите Насколько они Ликвид Перетекают Одна на другую И Как вообще Климат По вашему мнению Вот если у нас Сейчас Становится Распределение Осадка Немножко по-другому Лета меньше Зима Чуть больше Такие засухи Продолжительные Как это будет Влиять на эти зоны Это первый вопрос И второй вопрос Вот желтая Желтая зона Которая неуправляемая По сути дела Она в наших Ну на наших землях Она там Достигает 35% В общем Вот что с ней Делать Можно ли Перевести Попробую Зеленую Есть Есть ли опыт Скажем так В России У кого-то И какие факторы Для этого Нужны Нужно Нужно Что-то делать С Мелиорацией Нужно Нужно Делать Вот эти Вопросы Я прошел Я не говорю Про красную Хотя бы Про желтую Вот вопросы Про границы И про желтую зону Да Спасибо Вопросы Очень глубокие Видно Что Ну Тема Вы очень давно Вы занимаетесь Да Мы Дискутировали На эту тему Тоже недавно В компании Насчет Вот Статичности Зон Ну Начнем с того Что зоны Создаются За 36-летний Период То есть Мы анализируем 36-летний Период И 36 лет Если там В одной зоне Растет плохо В другой Растет хорошо Это вероятно Ну С высокой долей Вероятности Это будет продолжаться Да Но В принципе Динамика Этих зон Возможно Она возможна В двух Значимых Как бы Переменах Да То есть Бывает Антропогенная Перемена То есть Если мы Кардинальным образом Изменили Агротехнологию Да И мы понимаем Что мы Кардинальным образом Изменили То имеет смысл Через какой-то Перед проверить Зон Оказало Воздействие Это или нет И второй Момент Кардинальная Перемена климата Ну то есть Прямо Стержневое Что-то То есть Реально То есть Перестали Там Падать Осадки В том Количестве В котором Мы не падали Да В этом Име Вот Ну и Сейчас Мы считаем Что На 5 лет Точно Это работает То есть 5 лет Мы сделали Можно 5 лет Опираться Через 5 лет Ну если Вот эти перемены Были Да Имеет смысл Обновить зоны Сделать Заново Аналитику Чтобы Ну Вот там Сейчас Имеем Допустим Аналитику За 35 лет Через 5 лет У нас будет Аналитика За 40 лет И соответственно Она может Повлиять На общую картину Да То есть Вот Такая история А второй вопрос Насчет улучшения Зон Ну Да Над этим Можно работать Но Вот Тут надо Очень подходить Тоже Тонко И анализируя В том плане Чтобы Работа Над самой Зоной Была Рентабельна Окупаема Да То есть Бывает Часто так Что Те вложения Которые нужно Сделать В изменения Зоны Они выше Окупаемости Которые мы С нее получим Поэтому Мы Больше Как мы Говорим Про то Что Первое Что нужно Сделать Нужно Учесть Особенности Зон Вот И с этим Учетом Работать А Вот такие Вещи Ну Надо Индивидуально Анализировать По каждому Полю То есть Что здесь Можно Сделать Что нельзя Сделать Все таки Ответил На вопрос Кто-то Пытался Или нет Да Пытаются А что Делают Что Конкретно Что Делают Ну По Осушению Там Проблемных Участков Есть Работа Да Вот По Извискованию Идет Работа Это Тоже Как бы Влияет На зону Серьезно Вот Ну Это Основное Наверное Спасибо Ростовская Власти На юге На юге Не знаю Так сразу Не скажу Что Что У нас Здесь Есть Есть Еще Вопросы Денис Валерьевич Есть Еще Вопросы Нет Спасибо Спасибо